А до нашей студии уже завитав эксперт с кавой Валерий Самборский. Тоже витаем у вас. Доброго дня. Ранку. Ну, еще рано. Я думаю, что еще утро и наша постоянная тематика про мастер-классы рубрика «Актуальна» именно с кофе. Расскажите же, что интересного мы будем делать сегодня. А вот я вам хочу, Татьяна, задать вопрос. Вы что в Бразилии знаете? О Бразилии? На самом деле, вот знаю, что там кофе собирают, знаю, что там Новый год встречают исключительно в белом. Ну и в принципе, наверное, все. А в бразильской джи-джитс еще я. Борьба. Я думаю, что вы нам что-то интересное расскажете. А еще в Бразилии очень много диких обезьян. И что же дикие обезьяны могут нам принести в нашу кукурузу? Нам, к сожалению, ничего, но Бразилия является самым крупным в мире производителем именно кофе. Поэтому сегодня мы откроем серию рецептов бразильских, потому что есть очень интересные рецепты. Они простые, но достаточно оригинальные. И так как мы путешествуем по миру в этом сезоне, поэтому мы сегодня для себя немного приоткроем пристрастие кофейное именно бразильское. То есть сегодня мы будем делать кофе по-бразильски? Да, который называется Моко Актив. Моко Актив. Актив. Вот как раз для нашего утра. А что же у нас влагаетесь будет? Итак, нам очень простые ингредиенты. Супер украинский мед. Так, лимон. Лимончик. Не погано. Самый важный ингредиент – это правильный кофе. И турочка. В нашем случае это вот такая. Ну что ж, приступим? Да, давайте. Итак, что мы делаем? С чего мы начинаем? Начинаем, закладываем кофе. Правильный кофе. Правильную каву. Правильную. Я сейчас подниму, если правильная кава. Так, а она вот. Так, действительно. Так, она правильная. Правильная, да? Так. Просто сразу поднимите. Так. Добавляем ложку меда. Кстати, сахар нам сегодня не потребуется. Ура! То есть мы будем использовать мед. Да, и у нас его даже на столе сегодня нет. Я цукор, до речи, взагалі не переварюю. Ни в каву, ни в чай, никого не додаю. Мне просто не подобается смак. Да. Украинский мед лучше всякого сахара, без сомнения. Так. Так. Правильный мед, чему ты так повинно стекаешь? Ну, потому что правильный. Потому что правильный украинский мед. Да, а сколько нам меда в целом понадобится? Ну, все это, в принципе, делается по вкусу, как любой рецепт. Да. То есть технология, она вот такая. Все, мы это дело закрыли и нажимаем готовиться наш кофе. Ну что ж, я хочу сказать, что пока наш кофе готовится, наша коллега Иречка Федоровская подготовила нам интересный сюжет о эспрессо. Дело в том, что эспрессо очень тяжело приготовить в домашних условиях. Невозможно. Невозможно. Но на помощь приходит кофе в чалках. Вот. И я предлагаю просмотреть сюжет и узнать все-таки, о чем же пойдет речь. Ира, давай, вещай. Кава в чалдах. Это спрессована поция уже мелених зерн в специальном паперовом фильтре для приготовления эспрессо. Чалди, как правило, мают круглую форму. Через это их часто называют таблетками. В них містится до 8 граммов меленого порошка. Такая технология впервые появилась в Италии, где каждый мог приготовить себе улюбленный напей, не выходя из дома. Для того, чтобы приготовить эспрессо, необходимо открыть упаковку чалди, насыпать каву в фильтр кавоварки та натиснуть на кнопку. Кава в чалдах уже перемелена та спрессована, що значно економить ваш час. Також вибір кави в чалдах дуже великий – від ароматизованих блендів до моносортів. Раніше такий напей використовувався лише в офісях. Та сьогодні чалдові кавоварки стали з'являтися в будинках. І в продажу вони є за досить демократичними цінами. Та й сам напей в чалдах обходиться не набагато дорожче за звичайне хороше зерно. Також незавим буде зазначити великі можливості цього напою, адже він знаходиться в нетрадиційній упаковці. Отож, можна з упевненістю сказати, що кава в чалдах – це напей майбутнього. Слухай, «Експрес» непогано, непогано. Ти бачили, яка пінка утворюється? Пінка, так, він дуже міцний, бодірить людей, але не мене. Я хочу сказати, що в нас тут відбувається справжня бува, там щось кипить, бурлить, і ось вже з'являється наша кава. І одразу, майже, я починаю відчувати такий тонкий аромат. Бачите, яка тут пінка? Така і має бути пінка, правильно? Така і має бути, але вона не схожа на еспресо. Я хочу сказати, я відчуваю такий тонкий аромат, він начебто схожий на шоколад трішки. Так, звісно. А можна мені разокнути і спробувати? Нет, вам ще нелезя, тому що... Не, я запах. А, на запах, пожалуйста. Ми ще не завершили цей рецепт. Тобто, тепер нам необхідно добавити, ну, опять же, все по вкусу, да, но буквально там пару капелек лимона. Вот у нас кофе. Прямо в кофе ми його туда вжимаємо. Буквально 2 минуты, а можна і раніше. Все, він зараз набирається. Ну, в принципі, аромат лимона я вже вижив, слышу. А вот хотілося б рознать ще от вас. Сами жителі Бразилии п'ють именно вот такой кофе? Или же так? Нет, бразильці, вони його заварюють в турці. Тобто, нашим спосібом, да, тому що вот этот апарат, це, ну, как бы, еволюція турці за 500 років. Вот эта машинка, да, то есть она просто автоматически, так называемый робот. А классически это готовиться в турочке. А вообще бразильці очень много п'ють кофе, то есть в среднем бразилец выпивает до 12 чашек кофе в день. Ничего себе, так мало. Я п'ятим живе. Единственное, ну, спит, не знаю, не дать нормально, их там много, в принципе, в Бразилии, да. Соответственно, живут хорошо, наверное. Вот, но там небольшие чашечки, вот наподобие, как у нас было в сюжете эспрессо, и п'ят они его крепкий, но мало, да. Ну, в этом, в принципе, есть суть эспрессо, что он, как бы, свежий, да, его небольшое количество. В нашем случае это вариант такой более, скажем так, домашнего, да, то есть вариант, почему? Потому что здесь больше, ну, количество воды, и плюс это уже, как бы, такой коктейльный вариант, да, всё-таки, как не крути, то есть у нас уже есть мёд, у нас уже есть какие-то добавки вкусовые, поэтому это уже как коктейль. А вообще Бразилия, вот, производит наибольшее количество кофе на земле, они самый крупный производитель кофе. То есть они его больше всего пьют и больше всего производят? Ну, их, во-первых, много, во-вторых, да, они его производят, ну, и в-третьих, видимо, ну, как бы, мы же тоже мёда много кушаем, да, в Украине, то есть, соответственно, что растёт, ну, тем больше и питаемся. Может быть, из-за этого, не знаю. Но в Бразилии кофе это культ, да. Дорога, а у нас же сегодня заплановано. Что? А? А? Розыгрыш? Мы зачекаем трещин с нашим розыгрышем и поддерживаем интригу до наступного эфирчика, потому что наших телеглядачей самим наступного эфира будет ждать интересные подарки от наших партнеров. А мне бы хотелось ещё узнать стрижки про каву. Мает значение, какую каву брати для приготовления самы кавы по-бразильски? Чи нет? Смотрите, на самом деле с кофе, оно как бы и сложно, и всё просто. Кофе это, ну, зерно. Есть его два вида кофе. Ну, как он из полуфабриката делается, ну, не как, из зерна делается в полуфабрикат. В данном случае у нас это восточный вариант. Ну, так его изобрели, в принципе, кофе, да? Он мелится в пыль. Вот у нас очень мелкий такой, нано-пыль, да? А есть вариант европейский, который, вот как был у нас в сюжете, он под давлением выдувается, и получается кофе по-европейски он называет, в данном случае вот эспрессо, как итальянцы его придумали, да? Ну, эспрессо, слово эспрессо, свежий. То есть, имеется в виду, что перемололи кофе и сделали, и он, как бы, у тебя всегда свежий. Поэтому кофе, он, в принципе, важен, ну, именно сам по себе, ну, вот качество зерна, да? То есть, мы вот, кстати, снимали сюжеты о прошлом сюжете по этому поводу, очень так развернуто, да? Какое зерно правильно, как его выбрать? Поэтому, конечно, как и любой ингредиент, ну, как колбасе, например, да? То есть, если там есть мясо, то оно вкусно, если там, ну, нет мяса, то оно невкусно. Соответственно, из кофе точно так же. Конечно, надо всегда смотреть, чтобы был кофе правильный, вкусный. Еще есть такие варианты кофе в купажах. То есть, в нашем случае, вот, допустим, от Туркофе, да? Здесь сложный купаж, здесь 8... Сочетание, мне сказать. Да, здесь 8 сортов зерна, то есть, 6 сортов арабики и 2 сорта робусты. То есть, это сложно, это купаж называется. С разным уровнем обжарки, я так понимаю. Ну, да, это уже тонкости, как бы секреты, да? То есть, продукта, да, они с разной степенью обжарки, они с... Разные виды зерна. А пропорция какая-то учитывается при сочетании? И в купажах, конечно, есть 50 на 50. 50 робуста, 50 арабика. То есть, там свой вкус, да? Но, опять же, еще качество вот робуста, арабики зависит. Вот, допустим, Бразилия, если мы говорим о Бразилии, они в Бразилии больше в... ну, произрастает именно робусты. То есть, они производят робусту. Ну, как низкого, так и очень, ну, высокого качества. Вообще, как бы, робуста считается, ну, немножко хуже арабики. Арабики. Да, потому что, ну, и больше кофеина, вот, который действует, да, там, на давление и так далее. Вот, арабика, это, как бы, более дорогой. Валерий, а в Миколаеве у нас реально купите справжнюю бразильскую каву, или вы как же замовляете? Ну, если вы видите вот такую каву, то это справжняя, не бразильская, но натуральная, справжняя, качественная кава. Доброе, еще один... За других, не могу сказать. Риторичное вопрос, напевно, то, что в супермаркетах продается, это у нас не качественная кава, правильно? Всякое бывает. Всякое бывает. Да. Бывает, что там и качественно проскальзывает, бывает, что не очень... Я тебе скажу, что пить туркофе, и ты точно не ошиблась с выбором. Да, вот, решают многие вопросы. Вот, смотрите, мы уже второй год на базе купажа туркофе, уже, я уже сбылся со счета, сколько мы сделали разного кофе. Вот, если так просмотреть на ютубе, вот, наши ролики, да, я уже сам, честно говоря, вот, смотрю, удивляюсь, откуда оно берется. Оно все есть, есть и есть, вкусно получается, да. Ну, что ж, Валерий, большое спасибо вам за сегодняшний новый рецептик, и будем ждать вас обязательно в гости.